Команда КВН «Давай по новой» 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 Рук не видите. Что с у него сейчас случилось? Что такое? У него айфон сел. А следующим у него будет милая семья. Отец и сын балуются. Пап, пап, давай в коняшку сыграем. Давай, сынок. Мальчик, мальчик, что случилось? И что с у него скажили, пожалуйста? У них сыграем. Пати украин. В последнее время в нашем популярном фильме «50 оттенков серого», а мы посмотрим «50 оттенков серого» «Усклетины». Дорогой, мне точно понравится. Конечно, понравится. А у нас реклама. Милый, милый, Жабал, ребята. Такая классная кофточка темно-синяя. Всего 8 тысяч рублей стоит. На прошлой неделе она стоила 9. Мы ее купили, но я хочу еще раз ее купить. Она такая классная, она так прекрасно подходит к моему имиджу. Я в ней такая красавица, ты даже не представляешь. Рафаэлла. Рафаэлла. Тысячи слов. Рафаэлла. Я не думаю «алландский дов». А теперь мы немного перевестимся к детству. Наши следовет в гостях у мэра. Жулик, не вооруй, жулик, не вооруй. В современном мире очень популярная услуга «Муж на час», но хотим дарить не подсветает услуга «Жена на час». Здравствуйте, вы же меня на час называли? Да, я. Да я вот так не пожизнитель, как носки по всему дому, поразбрасываешь, пишешь, а я приду, да и друзья у кого-лики прибрутся, полторашки пораскидываю, там не потом это убирать, а я женщина, я любить хочу, все мне тут надоело, ищай жизнь маме. Все, это тысячи пятьсот рублей. Ну ты и стерва. Ну что вы, это моя работа. Знаете, команда КВЛ обычно в конце визитной карточки делает какой-то вывод из своего выступления, дает какую-то умную мысль. Команда КВЛ «Давай по новой». А вы знали, что белки могут рожать только три раза в жизни? Ну что, это так. Давай, по новой, ваши аплорисменты! Следующий конкурс — «Разминка». «Разминка» у нас сегодня будет с многоуважаемыми членами жюри. Давайте первый вопрос у нас Ксения Корнева, сделаем вот так. Да, друзья, под ваши аплорисменты Ксения Корнева задает первый вопрос. Вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, команда. Что-то я так наржалась, я все забыла. Еще хотела спросить. Очень смешно. Спасибо вам за визитки отдельно. Еще раз спасибо огромное. Очень весело. Вопрос у меня будет такой. 27 марта начинается финальная серия Восточной конференции по хоккею. Хотела сказать, континентальная хоккейная лига. Ничего не перепутала. Лига-дрыга. Вот. Между Акбарсом и Сибири. Все вы знаете об этом. Вопрос будет такой. Скажите, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Отвечает команда, моя любимая команда Квен. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Попринься на ЛСР. Ага. Привет. Не знаю еще. Так, кто отвечал? Говорите. Моя любимая команда Квен отвечала. Сейчас у микрофона команды Квен я обидел. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Ну, хочешь, я с ним схожу. Смотри, что. Последела вышку. Отвечает команда Квен. Бисквит. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискоса там в углу носит. Он сам не пойдет. Такой, о, хоккей. Нет. Ну, типа, додумать. Они что-то знают. Отвечает сборная нормальных людей. Как объяснить мужчине, что в этот день я не хочу в ресторан? Че ты верешь? У тебя нет мужчины. Вот, вот. Вот он. Берзкий, правда, ору. Здесь же Квен, и можно обманывать людей. Отвечает команда Квен огород. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема. Меня вчера чайка унесла. Вот такая история. Отвечает команда Квен, мы не стесняемся. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, сегодня перерыв. Это отвечает команда «Давай по новой». Так, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Скажите, что вам предложили два билета по 5 тысяч, и вы не смогли отказаться. Если бы он эти билеты мне еще вот так вот дал бы... Есть еще ответы? Ответов больше нету! Спасибо. Спасибо, Ксении Корневой, амбрисменты. Да, теперь рекорд, можно передать туда дальше. Потом, сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом... Да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки-то. Задает вопрос Ирина Дунчева, ваши амбрисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду в Сибирь, когда-то отплодает. Видимо, здесь все самые большие фанаты собираются. Ну, тогда обычный вопрос, как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Нет? Вопрос про длительные первомайские праздники. Как вы будете праздновать? С вами вы, короче, такая, как Сибирь. Вопрос для спеда, ему бурых. И на сцене еще, вот ты жопа. Отвечала команда КВН «Огород», сейчас отвечает команда КВН «Бисквит». Как вы предполагаете праздновать большие первомайские праздники? Ой, я так это кидаю, все праздники везти пойду! Вот это аниматорство нынче! Отвечает команда КВН «Мы не стесняемся». Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стол! Вот. Разминка показывает всю правду! Отвечает команда КВН «Дети ректора». Планы на первомайские праздники. Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку! Отвечает команда КВН «Давай по новой МГУ». Планы на первомайские праздники. Да обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ отвечает команда «Моя любимая команда КВН». Ваши планы на первомайские праздники. Ну я из водника, не дай бог в море, а! Ну стоп, ну стоп он прям. Отвечает команда КВН «Чай». Здравствуйте, можно полностью? Извините. Нам предстоят большие первомайские праздники. И как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их крестиком. Ну, 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 отвечает команда КВН «Давай по новой МГУ». Я отбирилась! Ваши планы на первомайские праздники. Ну я девушка, мне как бы все равно. Я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники? Я буду отвечать, праздновать и отвечать на первомайке. На этот ответ мы. Отвечает команда КВН «Погладь Кота». Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с аграрного края, так что, думаю, все праздники у нас пройдут на поле. Аплодисменты. Отвечает команда КВН «Нового Си». Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? Да как обычно, че ты. Аплодисменты. Зайдет, зайдет. Там по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья, Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев. Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Сразу забил. Все, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня, вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы стоите-таки молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно, да. Вот так. Как продлить молодость? Ты прорал по моим эмоциям. Отвечает команда Комендарь, я убедилась. Как продлить молодость? Ну, добрать ее в вышку. Погладь, Кота! Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Все, плюс ставьте! Плюс-минус. Это про Путина всегда смешной. Отвечает команда Комендарь, дети-ректора. Как продлить молодость? Молодость продлить легко. Меньше пей, Егор, пивко! Как в воду, гляди! Конечно. Все, больше никто не хочет отвечать после пивка. А все? А после пивка только спать, правильно. Да, хватит маленький. Отвечает моя любимая команда Куэн. Как продлить молодость? Ну, обычно про продление других людей слышат. Он знает больше. Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берешь и продлигаешь. Молодость. Отвечает команда Куэн-Огород. Пожалуйста. Как продлить молодость? Непонятно. Это типа ты, понял? Да, это так смешно получается. Один спет, а другой снова Кузнецкая. Вот, началось. Несмешными ответами такой отыгрыш. Поцелуями, поцелуями. Итак, это бисквит, да? Насколько я понимаю. Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу, короче, шейпинг и девочки. Только без шейпинга. И без девочки. Автор. 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 Семнадцати тысяч команд Куэн. Конечно. Отвечает команда Куэн, давай по новой. Пожалуйста, как продлить молодость? Умирай молодым. Борзон и боскинка, прежде чем-то. Как-то грустно. Отвечает чай. Как продлить молодость? Здравствуйте, можно полностью, пожалуйста. Сегодня утром посмотрел себя в зеркало, думаешь, как-то старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю, как продлить молодость? Смотрите мультики по утрам, и что? Отвечает новая СИП. Итак, как продлить молодость? Завязываешь Лигой Сибири. Ты тоже, Валь. Следующий вопрос, видимо. Даш, спасибо Егору Канцеву. Сейчас я вам прошу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Енгений Сальцев. Автор команды КВН. Неплохая компания. Сыстры. Ну, как раз подвел под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. А что же и все? Всего автоспорта сия. Вот, также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот сварщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю девать? Время пошло. Куда мне девать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. Ха, на тело. Ой, такие ломались. Отвечает команда КВН ООСИП. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибири не завязывай, не надо. Не, 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 не. Отвечает команда КВН БИСКВИТ. Итак, куда девать мне эту стаю? Навертель их вот так вот и в салат прям. О, как порезал, видели? Отвечает команда КВН ООСИП. Итак, куда девать мне эту стаю? Главное, чтобы к ним белочки не присоединились. Ответ от команды КВН ООСИП. Я увиделась. Итак, куда мне девать эту стаю? Ой, посмотрите, Евгений Зайцев задает вопрос про зайца. Роник. Моя любимая команда КВН. Ну, давай, водник не подведи. Я учился. Да, он Платона водник не подводит никогда. Итак, куда мне девать шею эту стаю? Ну, отпусти. Бегите, зайчики, вы свободны. А можно полностью? Полностью? Я не только шоумен. Трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь и также ведущий всех спортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби. Это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И сварщики мне говорят, долго не смотри на сухарку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было всех делать. Он этого ждал, понимаете? Отвечает команда КВН. Чай! И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчики гонки! О, наконец-то! Отвечает сборная нормальных людей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стая? Так отдай их дед Мазайю! Команда Огород. Итак, куда теперь девать мне всю эту стаю? На кудыкину горы, воровать помидоры. Отвечает команда «Давай по новой». Можно полностью? Да нет, пожалуйста. Давай со сварщиков начну. Давай полностью. Да давай всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только шоума и трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь, а также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска, но также у меня есть металлоконструкция. И часто бываю в цеху, и там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку, а то зайчики появятся. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции? Спасибо Евгению Сальцеву, друзья! Он вот мой мангальный друг, друзья! Сергей Автозагарович Канкин! Добрый вечер всем! Друзья, коротко и ясно, у меня небольшая проблема, у меня совсем скоро день рождения, не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе литературном. Своё день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Ответ от команды КВН Чай. Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания «Праздники под ключ». Молодец! Молодец! Плюс! А? Кто телефон скажет еще одну плюс? Как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле Аймакс 3D открыли. Приезжай! Спасибо. Это был ответ от команды КВН. Погладь, кот, да. Отвечает команда КВН «Давай по новой». Как весело можно отметить свой день рождения? Ходи на завод металл конструкции, там прикольно. Ответ от команды КВН «Я убедилась». Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного староматно, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. А? На комедии, на комедии, на комедии! На комедии, на свою нюху приходи! Ответ от команды КВН. Моя любимая команда КВН. А, скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? 40 лет не отмечают. О, Серега! Не думал, что ты под своей копчености седину скроешь? Нет? Кто это отвечал? Это моя любимая команда отвечал! Твоя любимая команда? Ответ от команды КВН «Директора»? Так. Подскажи, как весело можно отметить свой день рождения? Ты нюху, ты отметь неплохо! Позови Макс Алатоку! А, братан! Как сказал мне друг один, я рисую, как кретин! Ответ от команды КВН «Директора»? Вот он! Ответ от команды КВН «Ого урон»? Как и где весело можно отметить свой день рождения? В солярии! А, как и будет! Да это естественный загар, правда! Да! Да не надо нам ля-ля! Я могу показать места, где... ну ладно... Потемнее где? Скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, его рожали! Как на мамины именины мне стихи не заходит! Не важно, кто отвечал! Не принципиально! Ответ от команды КВН «Ого урон»? Мы не стесняемся! Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компанию и половики зайчиков, я не знаю! Спасибо! Вот! Мне интересно, как в том году все! Вот! Сборный нормальных людей! Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шапош! АПЛОДИСМЕНТЫ Нет больше ответов! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, пожалуйста! А, Серега, где бы... с кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С новой лотокой! А давай ответ с участниками открытой лиги КВН! Аплодисменты всем, друзья! Команда КВН, давай по новой НГУ! Дорогие друзья, в связи с кризисом люди теряют работу и переходят на менее солидную. Про это наша песня. Но поскольку наш гитарист сидит в углу из-за того, что у него слишком короткий шнур для гитары, мы своих в беде не бросаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Увольнение Увольнение Был хорошим врачом Про каждую болезнь Мог объяснить, что почем. А после кризиса Похвастать в общем-то нечем. Но в чём же здорово Изображаю я печень Папара-папам Это не цирроз, я просто сам себе костюм шил. Папара-папам А сейчас мы будем рисовать аппетитции. Папара-папам Следующий выпуск Венерология Пожалуйста, замените, я заплачу. На перемен я В оркестре играл Виртуоз гитары Любые ноты я брал Но уволили меня Теперь в метро батарейку исполняю я Папара-папам Холодный ветер с дождём Папара-папам Усилился стопратно Папара-папам Всё говорит об одном Папара-папам Что нет пути обратно В светлом прошлом я На бирже играл Лукойла и Газпрома Акции продавал Но грянул кризис И все зовут меня Хмырь Перепродаю Билеты я на Сибирь Папара-папам Четыре тысячи билет Папара-папам Таких нигде больше нет Папара-папам 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 Отошли от меня В этот раз точно побои сниму Я до кризиса Вводил поезда Место злачное Маршрут Одесса – Москва Но уволили Пессимистичный прогноз Теперь в медиан Вожу паровоз Папара-папам Осен им эаш Папара-папам Не изменился совсем И доширок один ем Папара-папам! Ребят, с курицей будешь? Папара-папам! На сцене точно нормально покажем! Папара-папам! Не ври! Папара-папам! Спасибо вам, зал! Пошли апрельсметы! Команда Квен! Давай по новой!